Пришел я на экзамен по английскому, дали указку на клей. Доброюсь тоже, что потом следы от меня останутся. Да нет. Маму все выстили. Страшно? Да нет. Нет? Спокоен? Да. Ну, удачи тебе. Сегодня Тема сдавал свой первый экзамен по английскому языку. Несмотря на простоту самого экзамена, по международной шкале это уровень Pre-A1, проходил он по всем правилам. Сертифицированный центр, 4 блока, аудирование, говорение, чтение, письмо и жесткий тайминг. Перед экзаменом педагог собрала всех детей и дала напутствие, а еще подарила каждому счастливый карандаш. Добрая многолетняя традиция. Затем детей пригласили ко входу, где методисты языкового центра объяснили, как будет происходить экзамен, сколько времени займет и к которому часу подходить родителям, чтобы забрать детей. На экзамен можно было взять только карандаш, стирательную резинку, бутылку воды и небольшой перекус. Мобильные телефоны дети отдавали родителям или складывали в специальную коробку в аудитории. Экзамен длился чуть меньше часа. Устную часть Тема сдавал самый последний, она проходила в соседнем здании. Я успела его перехватить и убедиться, что все хорошо. Сама устная часть прошла очень быстро. Там кандидаты описывают картинку и отвечают на простые вопросы. А потом довольно ребенок вышел и поделился впечатлениями. Ну, все, в принципе, легко было. В одном месте только был не уверен. Там вот. В том месте? На рейтинге. Да, когда мы писали. Наклейки все наклеил. Наклейки все наклеил. Даже забрал немного себе. Мне кепочек. Ну, там разрешили, что грех. Это вам подарок. Наклейки. Так, хорошо. А даю себе кепут. Все буквы вставил в слова. Ну, вот как раз в словах нам одну букву кепут. Наверное. Это я не знаю. А предложения пока Синси написал? В последней части. Предложениями? Да, предложениями. А ты предложениями? Да, предложениями. Здесь плесок накидал. Там написано 5-10. Мы же тренируемся. Ну, я 6 плесок. Мы решили сдавать экзамен не для проверки знаний, а для знакомства сына с форматом международного экзамена, чтобы в будущем знать, чего ожидать и не бояться, а смело и с интересом пробовать свои силы. Знание любого иностранного языка – это еще один новый мир. Возможность проще и легче общаться, путешествуя по миру, читать книги и статьи в оригинале и быть счастливым обладателем развитого мозга, хорошей памяти, широкого кругозора. Иностранный язык – это еще одна дверь туда, куда вас так тянет. Еще один поисковик, еще одно сообщество единомышленников, еще один источник идей вдохновения. И чем больше языков, тем больше дверей. После экзамена мы сделали памятные кадры фотобудки и поехали к дому отмечать это важное событие.